Вот, змея запускаем. Купи мамочку, позабавить. За пинжачок отдам. С карманами, конечно. За животное хоть пинжак с карманами, хоть все последние деньги. На такую щедрость готовы не только сказочные персонажи. Екатерина Мощенкова пригрела сразу двух змей у себя дома. Патрик и Патрисия живут в квартире нашей героини больше года. Смелая девушка никакой опасности в таких домашних питомцах не видит. Хозяйка шутит, человек маленькому питону просто не по зубам. Любая змея, она оценивает, сможет ли она проглотить эту добычу или нет. Вот если она оценит размер этой добычи, что она сможет ее проглотить, тогда она способна укусить. А вот этого маленького песчаного удава Елена купила в Новокузнецке и подарила себе на 8 марта. Думаю, я на такой бы смелый подарок для себя любимой не решилась. Елена – соседка по квартире и подруга Екатерины. Девушка тоже питает страсть к экзотическим животным. Рядом с питонами она поселила своего любимца игуану Яшу. Вместе эта троица прекрасно уживается. Все, ну все, ну все, вот закрыл все глазки. Яша – строптивый самец. Елена рассказывает, эта огромная ящерица на самом деле любит ласку. Когда ему приятно, он сидит и расслабляется. Но если рептилию что-то не понравится, начинает выгибаться и бить хвостом. Но погладить Якова девушка смогла не сразу. Первые месяцы он кусался и царапался. Кстати, именно из-за этого на его когтях появились защитные насадки. Зато теперь Елена и игуана – лучшие друзья. Кормим овощами, фруктами. Очень любит бананы, прям яблоки. Бывает, бананы покупаем, он только запах учувствует, он уже бежит к тебе. У него сейчас проходила линька. Он начинал линять с головы, два раза линяла голова у него. Все это приходится помогать ему, снимать аккуратненько. Шкурку снимаешь. Может вот с тела, с двух сторон тела мы прям снимали вот так вот, прям как пленкой. Ну это же рептилия, как змея снимает челком, только он приходится ему помогать вот так стягивать. И это еще не все. В двухкомнатной квартире есть пятый обитатель. Это мохнатый полосатый енот Мила. Кстати, с Яшей они стараются не пересекаться. Пока один ходит по квартире, другой сидит в клетке. Еноты сладкоежки, как правило, конфеты им нельзя, шоколадные. Мы можем только мармеладные, поэтому мы немножко добавляем просто обычного сахара. Обязательно водичку, потому что она всегда мнет лапками. И для нее сухая каша, это как сухомятка. Ммм, вкуснятина. Как истинная леди, малышка после обеда моет ручки. Хозяйка енота вспоминает, от покупки животного ее отговаривали даже сотрудники цирка. Говорили, этот зверек не для квартиры, он очень активный и даже дикий. Но любовь к экзотике взяла верх. Увидели в интернете милота, роликов столько, вот интересно, ой, хочется енота, хочется енота. Купили, поняли, что это не так уж и мило, потому что с ним нужно именно терпение. Шестой обитатель этой квартиры без зеленого хвоста, но не менее милый. Котенок Мелисса всеобщий любимец и с ней ладят все. Шапки наша, кошка ваша идет.